Продолжение следует... Давайте тогда мы будем экономить время. Вопросов много. В Чувашии действует план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Это документ для работы в условиях кризиса был составлен сравнительно недавно. Каковы основные направления, на которых будут сосредоточены основные усилия? Правительством республики в развитии поручения главы республики план был принят 18 июня 2014 года. Это значительно раньше, чем данное поручение поступило из правительства Российской Федерации. С чем это в первую очередь было связано? Уже было в начале прошлого года заметно, что после введения санкций, определенных ограничений со стороны Российской Федерации, стало понятно, что будут какие-то издержки, а возможно потери для экономики. Поэтому, в соответствии с поручением главы, правительство разработало антикризисный план. Он был в июне месяце утвержден. И, соответственно, уже в течение полугода мы ведем работу по оказанию поддержки конкретно предприятиям. Ну и, что самое главное, в плане основные меры – это по оптимизации неэффективных бюджетных расходов на 2014-2016 год. То есть, соответственно, мы довольно подготовленно прошли 2014 год, и нам позволила эта мобилизация, во-первых, получить достойные экономические результаты 2014 года, и уже подготовленными ввести работу с поручениями президента Российской Федерации и правительства по разработке антикризисного плана, увязанного с российским антикризисным планом. Соответствующий указ главой республики был подписан, и буквально на днях правительство выпустит уже новый антикризисный план с учетом тех рекомендаций федерального правительства. Об оптимизации каких расходов в первую очередь идет речь? В первую очередь, я как уже сказал, неэффективных расходов. То есть, в любом бюджетном процессе присутствуют те расходы, которые можно избежать. Это в первую очередь связаны с расходами на административный аппарат, это расходы с повышением зарплат, в первую очередь, чиновников. То есть, все вот эти моменты, они были исключены у нас еще при разработке бюджета 2015-2016-2017 годов. То есть, мы это делали по старому антикризисному плану. Также будут оптимизированы инвестиционные расходы, которые направляются на вновь создаваемые объекты. То есть, понятно, что объект строится несколько лет, и в условиях, когда есть ограничения бюджетные, не имеет смысла открывать новые строительства. То есть, вот эти меры будут... То есть, откажемся в пользу уже начатых строительством объектов? Ну, естественно, будет сосредоточено финансирование на объектах, которые находятся в высокой степени готовности, которые можно ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Иван Борисович, но в то же время там есть вот отдельным пунктом в этом плане прописано создание не менее трех производств, способствующих импортозамещению. Вот о каких производствах идет речь? Или это уже начатое строительство? Я, наверное, в целом скажу о направлениях плана, какие основные формы поддержки и основные направления работы будут правительства Чувашской республики во взаимодействии, соответственно, с правительством Российской Федерации. Это, в первую очередь, поддержка импортозамещения. И здесь надо сказать, что республика уже в течение полугода ведет активную работу по этому направлению. Составлена перечень предложений наших предприятий, которые направлены в Минпромтор к России. И, кстати, заслужил довольно высокую оценку со стороны Федерального министерства, что наш регион активно в данном направлении работает. Мы, опять же, по импортозамещению составили свой план и разработали под программу, которая войдет в состав программы, которую курирует Министерство экономического развития Чувашской республики. И вот это первое направление как раз подразумевает в том числе и создание производства, о чем вы сказали в своем вопросе. И мы ставили на эту планку не менее трех рекомендаций, которые выдавались, в первую очередь, планом федеральным. Понятно, что таких проектов, возможно, будет и больше. Четыре сегодня обозначенных – это направления, которые сегодня находятся в работе. Первое – это по выпуску медицинских имплантантов. Там уже ведется довольно серьезная работа. И, в принципе, уже четко видно импортозамещение, и, соответственно, эту продукцию покупает потребитель. Также направление по разработке и замене агрегатов – это в машиностроении, где есть определенная компетенция у наших предприятий и уже тоже опыт работы. С учетом девальвации национальной валюты устойчивый спрос появился. Есть предприятие такое, Чебмаш, которое в этом направлении как раз активно работает. Также велась работа в предыдущие годы по выпуску станкового оборудования, которое, в принципе, напрямую конкурировало с импортным оборудованием. Сегодня имеется свои шансы расширить рынок. И здесь, соответственно, это предприятие получит поддержку со стороны правительства Чувашской республики. И сегодня работает в машиностроении такая компания «Турбокоминвест», которая собирается выпускать турбокомпрессоры. Это тоже импортная продукция была, но сегодня освоена инженерная часть, выпущены образцы уже опытные, ну и, соответственно, ведется работа по конкуренции на рынке с импортными аналогами. Но я думаю, что таких предприятий будет больше. Это чисто вот мы как бы… Мы боремся в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве, ну, сельское хозяйство, с учетом тех санкций, которые были введены со стороны Российской Федерации, уже получило определенную неплохую стартовую площадку для развития производства. Также были приняты ряд мер на федеральном уровне по выделению дополнительных средств. И, соответственно, мы сегодня видим, что развивается птицеводство, есть проекты свиноводства, хорошая поддержка планируется по производству грунтовых овощей, развитие картофелехранилищ, то есть тех направлений, где, в принципе, можно получить неплохой финансовый результат в довольно короткие сроки. Понятно, что мясное производство скота – это более такой долгосрочный тренд, и здесь, скорее всего, вложения затрагивают не один год, и результат, естественно, будет виден на более длительном сроке работы. А вот по тем направлениям, которым я сказал, здесь видно хорошие финансовые результаты для инвесторов, и сегодня активно идет вложение со стороны предприятий. Вы знаете Акашевская птицефабрика, есть проект ИРУМА. В последнее время предприниматели, которые работают в сельскохозяйственном бизнесе, в один голос заговорили о том, что кредиты становятся не просто дорогими, а дорогущими. Как это может сказаться на их планах? Кредиты сегодня не только для сельскохозяйства, наверное, дорогие, кредиты дорогие в целом для экономики. Это основная проблема, которая обозначена правительством Российской Федерации, и основные средства сегодня антикризисного плана, которые уже поступают в экономику, это средства порядка триллиона рублей, направленные на докапитализацию основных наших банков Российской Федерации. Поэтому эта проблема диагностирована на самом высоком уровне, и здесь она не только для промышленности, сельскохозяйства, она в целом для всей экономики. Что можно сказать по сельскому хозяйству? Приняты ряд уже решений правительства Российской Федерации по субсидированию процентных ставок по краткосрочным кредитам. Для чего это сделано? На носу посевная, соответственно, необходимо брать краткосрочные кредиты на обеспечение ГСРМ, удобрениями, запчастями. И, соответственно, правительство Российской Федерации приняло решение о субсидировании в объеме ключевой ставки. Соответственно, кредиты в среднем для посевной будут не дороже, чем были в прошлом году. Немного сложнее по инвестиционным кредитам. Те инвестиционные кредиты, которые субсидировались до, соответственно, 2015 года, по ним порядок останется прежним. Здесь единственное, нужно индивидуально работать с банками, чтобы не было желания пересмотреть старые кредитные договоры. Сигналы с места уже появляются, что банки пытаются на 2-3% изменить ставку. И, соответственно, так как решение по субсидированию вязано со ставкой рефинансирования, соответственно, эти расходы являются дополнительным бременем для инвесторов. Сложнее с новыми проектами. То есть, новые проекты, здесь нужно ждать решений на уровне Российской Федерации, как будут строиться взаимоотношения с банками. Ориентир, что до весны все эти моменты будут урегулированы, и такого значительного удорожания кредитов, в том числе по инвестиционным проектам, не произойдет. Но без решения на уровне правительства Российской Федерации, наверное, этого избежать будет сложно. Иван Борисович, Минэкономразвитие включил в этот план ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В том числе там прописано снижение налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей. А на какие налоговые послабления могут рассчитывать остальные субъекты? Ну, в принципе, все льготы, которые прописаны в бюджетном налоговом кодексе, они имеются и в региональном законодательстве, то есть всеми может воспользоваться бизнес. По-моему, бизнес более четко просто это обозначено на сегодня. Именно для начинающего малого бизнеса, для него установлена нулевая ставка на два года с момента регистрации, то есть он не будет облагаться налогами с оборотом, так называемым. Понятно, НДФЛ он будет платить, социальные взносы, но оборотных налогов, естественно, не будет. Есть облегчение по патентной системе. Что касается крупного бизнеса, все-таки им нужно рассчитывать на другие формы поддержки, которые обозначены, опять же, на уровне правительства Российской Федерации. Это, в первую очередь, отраслевые субсидии по кредитам, которые есть у банков при реализации проекта или текущей деятельности. И здесь целый ряд предприятий Чувашской Республики уже активно работает с тем же Минпромторгом, в частности, Лента, Яхтинг и так далее. Это следующее направление на НИОКО, то есть будут поддержаны разработки научно-исследовательские, которые в перспективе должны дать практический результат для развития промышленности. Также запускается проектное финансирование, то есть целый ряд решений принято правительством Российской Федерации по поддержке проектов, так скажем, реальной экономики с целью получения, опять же, дешевых кредитных средств с учетом субсидирования гарантий ставки со стороны правительства Российской Федерации. То есть вот это, наверное, те инструменты, которыми можно будет пользоваться со стороны крупного и среднего бизнеса. Также создана уже перечень городообразующих экономически значимых предприятий для российской экономики. Сегодня вошло туда 199 предприятий. Две организации обозначены и по Чувашской экономике, это компания «Аконт» и тракторные заводы. Ну и, соответственно, по этим предприятиям в случае необходимости тех же средств или сложной ситуации в сфере занятости будут приниматься индивидуальные решения со стороны как правительства России, так и Чувашской Республики. В целом для крупного бизнеса сегодня готовится на уровне и региона, и Российской Федерации программа по снижению напряженности на рынке труда, которая действовала в 2008-2009 году. По оценке, которую сейчас сделало правительство Республики, порядка 30 тысяч работников могут в том или ином виде участвовать в работе данной программы. А какие-то из предприятий уже начали оптимизацию штатной численности или хотя бы заявили об этом? Эта работа идет в постоянном режиме. Сегодня по данным службы занятости оптимизация, заявлено на оптимизацию порядка 450 работников различных. Это от Министерства здравоохранения, разных отраслях. Я говорю обычно, когда кризис, мы все боимся массовых сокращений. Сегодня для этого и разрабатывается программа. Сегодня мы работаем со всеми предприятиями. Ряд предприятий уже обозначили, что могут возникнуть сложности, во-первых, с неполной занятостью. Такие предприятия есть. Это промтрактор «Вагон», промтрактор «Промлит», канадский автоагрегатный завод. То есть фактически есть уже сегодня неполная занятость, она связана с тем, что снизился спрос на продукцию. Поэтому по этим предприятиям и нужна данная программа, чтобы можно было вот этот период наиболее напряженный пройти за счет организации общественных работ, переобучения кадров, ту работу, которую сегодня служба занятости проводит. При службе занятости создана рабочая группа, которая вот в эти месяцы будет вести в ручном режиме данную работу. Насколько я помню, в 2008-2009 годах выделялись какие-то довольно приличные деньги именно на это направление адресно. В этом году ожидается увеличение финансирования? Опять же, кто смотрел антикризисный план Российской Федерации, там данное мероприятие обозначено. И обозначена сумма порядка 51 миллиарда рублей. Наша программа по предварительным расчетам где-то 572 миллиона рублей. То есть будем надеяться, что в целом мы пройдем защиту этой программы и в том объеме, в котором рассчитываем, получим деньги, как и из Федерации, в том числе и найдем свое софинансирование. Иван Борисович, когда говорим об обеспечении социальной стабильности, мы в первую очередь говорим о лекарственном обеспечении. Так случилось, что мы очень сильно от этого зависимы и в последнее время эта тема очень часто обсуждается. В первую очередь, целый комплекс мер разработал Минздрав по снижению напряженности именно в этом секторе. Насколько они эффективны сейчас, по вашим оценкам? Тема данная несколько раз обсуждалась у главы Чувашской республики, последний раз на планерке, буквально от недели. Понятно, что это неспроста, то, что данный вопрос касается практически каждого жителя республики. Сегодня важно безболезненно по возможности пройти вот этот период, когда люди еще не сориентированы, когда идет маховик, там одни лекарства дорожают, там могут в разы, другие вроде остаются на той же цене. То есть правильно сориентировать потребитель. Что касается стационарного сегмента здравоохранения, там по докладу Минздрав соцразвития и Чувашии, и России, торги прошли до девальвации рубля. И, соответственно, поставщики вплоть до весны, по некоторым учреждениям в более дальний период, обязались поставить продукцию по тем ценам и в том составе, по которому состоялся аукционы. Сегодня, по информации Минздрава, ни один из поставщиков не отказался или не поставляет продукцию. То есть, в принципе, стационарный сегмент закрыт. Что касается аптечных сетей, здесь, естественно, есть проблемы. Разбивается на две группы. Это жизненно необходимые лекарственные препараты, по которым ведется мониторинг. И наценка регулируется со стороны надзорных и государственных органов. И здесь спекуляция, в общем-то, будет пресекаться, так как обозначены основные ориентиры. И в нем мы видим, что подорожание значительно не произошло. И есть свободный сегмент, который формируется, в принципе, исходя из цен, почему поставили, сделали свою наценку. И, соответственно, вот уже в рынке данный продукт здесь, естественно, скачки имеют место. И вот ситуацию сегодня, которая взяла на себя Минздрав соцразвития совместно с аптечными организациями, это четко довести вот этот перечень жизненно необходимых лекарств до потребителя. Создаются витрины аптечные, ведется информационный блок, ориентируются именно врачи по выписке лекарств. И в первую очередь ведется работа с работниками, соответственно, аптек по возможности, чтобы они именно доводили именно по тому сегменту, который сегодня не растет значительно. И чтобы это было не обременительно, соответственно, для потребителя. Плюс большую работу сегодня Минздрав проводит по лекарствам, которые имеют аналоги как импортные, так и производимые на территории Российской Федерации. Единственное, у них коммерческие названия разные. Соответственно, именно перевод в сегмент производимых лекарств Российской Федерации. Без этого, наверное, не избежать серьезных расходов для населения. Мы тоже показывали о том, что одно и то же лекарство с разными названиями, патентованное, не патентованное, стоит разница в 10 раз, например. Такое тоже есть. И вот на последней планерке как раз речь шла о социальной ответственности продавцов лекарств. То есть насколько они сейчас готовы услышать ваши просьбы, ваши убеждения правительства Чувашия, насколько они откликаются? Ну, здесь нужно работать, работать постоянно. Если надеяться только на просьбы и отклики, я думаю, в принципе, ничего не изменится. Если постоянно работать с аптечными сетями, с основными продавцами лекарств, с оптовыми организациями, вести разъяснения, точечное, предметное, работать на земле, то, соответственно, будет результат. Ну, все зависит от нашей совместной работы. Ну, раз уж мы заговорили о ценах, разумеется, невозможно просто обойти вниманием цены в магазинах. Тоже предмет постоянного обсуждения, постоянного контроля. Результаты мониторинга, насколько я понимаю, все-таки очень сильно разнятся. То есть есть какие-то группы продуктов, которые у нас одни из самых дешевых, не только в округе, но и в России в целом. А есть привозные товары, причем не импортные привозные, а российского производства, просто ввезенные к нам из других регионов, на которых цена подскочила, ну, как-то вот просто совершенно странно даже. Ну, это самая болезненная тема для каждого жителя республики. Я думаю, и в соседних регионах она присутствует. И не зря правительство Российской Федерации дало соответствующее поручение региональным службам и правительствам о том, что здесь должен постоянный работать штаб в ежедневном режиме, вестись мониторинг, откликаться на каждый случай резких скачков или каких-то движений по тем или иным продуктам питания. Ну, в первую очередь, продуктам питания. Я здесь что могу сказать? Что не всегда административные меры могут принести результаты. И по целому ряду продуктов питания, естественно, скачки по ценам, они сегодня не укладываются в какую-то экономическую модель. Здесь нужно разбираться, вот, как я считаю, по всей цепочке. Вот производители, это как вот было по гречке, да, там, все убеждают, что гречки, урожай не хуже, чем в 2013 году. Но все дружно, начиная от сельхозпроизводителя, заканчивая оптовыми организациями, переработчиками, дружно переписывают цены, умножая там на 10, 20, 50, а где-то 100%. Естественно, такое движение, оно, в общем-то, не оправдано. И здесь необходимо работать в первую очередь таким органам, как Федеральная антимонопольная служба и пресекать это на корню. Если это связано, как мы говорим, там, с импортным каким-то составляющим, ну, здесь понятно, что это есть. И моя рекомендация, все-таки, нужно как-то менять рацион питания, потому что сегодня, после удорожания доллара по отношению к рублю в два раза, да, ожидать, что, там, бананы или апельсины будут дешевеют, ну, не приходится. Ну, допустим, по мандаринам, которые, там, производятся в Абхазии или, там, где-то в Краснодарском крае, все-таки мы должны ждать какого-то, ну, понятной цены, да, там, ну, роста, я понимаю, там, в 10-20%, ну, никак не в два раза, да. Здесь, естественно, опять же, нужно этот момент разбирать по всей цепочке. И, опять же, как с лекарствами, надо постоянно работать с сетями, работать на земле, и какие-то непосредственные результаты уже есть, и в том числе то, что делает правительство республики. Пример, по вопросу цен на капусту, картофель, овощную группу, резкий скачок произошел в конце декабря, в январе. Какие меры? Мы привлекли казенный унитарный предприятий «Продфонд», с помощью него закупили у непосредственного производителя, по себестоимости предложили, там, целому ряду сетей, заключив с ними соглашение и работу по этому направлению, да, там, джентльменское соглашение, да, соответственно, товар поступил с понятной накруткой, и мы смогли, там, в определенной, там, снизить цену, да. Открыли бесплатно в городе Чебоксара целый ряд точек на рынках, да, там, где можно продавать, вот, как продукцию с колес. Сегодня какие вот рекомендации жителям? Просто произошел разрыв, то есть ты приходишь в ту точку, вот, как я говорю, там, бесплатную, где продают овощи, да, на рынке, вы можете получить за 22 рубля картофель, да, условно говоря, там. А если вы пойдете в магазин, который не участвует в этой работе, вы его получите за 50 рублей, и, соответственно, какая цена правильная, 22 или 50? Вот такой диапазон скачков. Его еще год назад, там, полгода назад не было, потому что более-менее цены были выровнены. Поэтому при покупке продуктов питания, да, нужно все-таки оценивать свои возможности и максимально ориентироваться на те рекомендации, которые дает Министерство сельскохозяйства, Министерство экономики. Там перечень не всех магазинов есть, точек продаж. То есть, при желании можно приобрести продукты питания с довольно большой экономией для собственного бюджета, если к этому отнестись внимательно и разумно. Иван Борисович, как руководитель исполнительного органа власти, каких рычагов, каких механизмов, каких ресурсов вам не хватает, чтобы повлиять на эту ситуацию? В Российской Федерации в торговле создавались рыночные отношения, поэтому влияние органов власти, как муниципальных, так и региональных, оно минимальное. Соответственно, по какой цене выставлять товар, принимает решение производитель и та сеть, которая купила этот товар у него. И если на рынке есть какая-то турбулентность, неопределенность, ажиотажный спрос, это всегда рождает те скачки, те непонятные действия, которые происходят уже для конечного потребителя. Поэтому здесь, с нашей стороны, основной орган, который может влиять на эти процессы, это Федеральная антимонопольная служба. Соответственно, второй блок – это народный контроль, как мы его проводим, защита прав потребителей. То есть вот те моменты, которые нужно предпринимать. И, как я уже сказал, создавать конкуренцию. То есть если мы ее создаем, если мы даем дополнительно на рынок, как по овощной группе, продукцию, которую производят мы или соседние регионы, то потихоньку понятно, что те предприниматели, которые хотели в этой неспокойной ситуации заработать дополнительные какие-то средства, они, естественно, начнут снижать и приближать цену к рыночным ее параметрам. Сегодня, даже если взять по картофелю, себестоимость производства картофеля условная у тех хозяйств, которые работают эффективно, они выше 6 рублей. И, соответственно, даже продажа по 20 рублей в сети, мы понимаем, что, в принципе, в цепочке все неплохо зарабатывают, там бедных нет. Поэтому, в принципе, все, опять же, упирается в расширение конкуренции, доступ на рынок и реагирование надзорных органов на какие-то сговоры или ограничения на рынке продукции. Аналогичный план, может быть, он назывался немножко по-другому, но смысл был тот же самый, обеспечен и устойчивый развитие экономики, социальной стабильности. Насколько я помню, был разработан и действовал в прошлый кризис в 2008-2009 годах. То есть сейчас мы говорим, очень часто приходилось, по крайней мере, слышать о том, что нынешняя ситуация мало похожа на то, что было в 2008. Вот насколько эффективным может оказаться этот документ, если его придерживаться, и как часто придется его корректировать? — Сегодня немножко все-таки, так скажем, планы разные. План 2008-2009 года и то, что сегодня приняла правительство Российской Федерации и, соответственно, дало рекомендации для нас, и мы разрабатываем свои механизмы и направления. То есть отличие, оно видно, наверное, при первом ознакомлении с этими документами. Правительство Российской Федерации вообще четко обозначило сейчас направление, обозначило там какие-то финансовые возможности, что будет делать. И, соответственно, исходя из этого, можно уже ориентироваться на те результаты, которые мы прогнозируем. И если посмотреть, в плане даже есть раздел, какой результат ожидается от тех или иных мер. А план 2008-2009 года, там можно выделить два основных направления, которые четко прослеживались. Это поддержка финансовой, так скажем, системы Российской Федерации, те же банки. И в этом плане-то есть, вот они этим схожи. И второе направление – это снижение напряженности на рынке труда. И оно присутствует в плане 2008-2009 и, соответственно, то, что мы сейчас разработали в 2015 году. Вот это основные схожие ситуации. Другие вещи, они решались, также были и гарантии, и выдача кредитов. Они решались в индивидуальном порядке, и по целому ряду предприятий такие решения были приняты. В том числе, допустим, по тракторам и заводам, когда в 2010 году они получили перекредитацию. И я думаю, что в этот раз тоже будут, наверное, отдельные решения правительства. Но сегодня уже обозначены какие-то инструменты, направления, объемы. Что касается плана, который действовал у нас, для нас 2009 год был сложнейший, если вы помните. И в первую очередь он ударил по поступлению налогов, по бюджету. И если в 2009 год вы вспомните, свыше 3 миллиардов рублей правительством Чувашской республики было снято с бюджета. И, в общем-то, практически, ну это в большей степени ударило по дорожному хозяйству. Тогда эти средства стояли на дорогах, вот реализация указа, и они фактически так и не поступили в экономику. Что дало, в общем-то, сложности многим дорожным компаниям закончить те проекты, которые велись, начинались в 2006-2008 году. И они, кстати, заканчиваются по сей год, там ряд дорог тянется так, как вот просто были 3 с лишним миллиарда убраны из бюджета. В этот раз мы, в общем-то, эту работу провели заранее, но с учетом того, что там те же дорожные средства, они имеют целевой характер, сегодня сложнее оптимизировать бюджетный расход. То есть вот самое тяжелое, наверное, будет именно прохождение бюджета безболезненное, потому что есть большие расходы по социальной группе. Это зарплата, это выполнение указа. Которые совершенно точно никто оптимизировать не будет. По которым, в принципе, маневр максимально снижен. То есть нам тяжело куда-то двигаться, поэтому мы в этом кризисе все-таки по бюджетным возможностям будем более ограничены. Ну и вот в 2009 году, это вопросы занятости, там значительное снижение занятости в экономике было. И оно было болезненнее. Если в начале нашего диалога я сказал, что служба занятости с Министерством экономики и Министерства соцразвития говорят о 30 тысячах высвобождающих или временно незадействующих работников, то в 2009 году их было 60. Я так условно округлю, чтобы было понятно, почти в два раза больше. Я надеюсь, что за эти 5-6 лет, и мы это видели, постоянно работая с предприятиями, они из кризиса 2008-2009 года вышли с главным. Это оптимизация неэффективных расходов, неэффективной занятости. И если посмотреть практически все предприятия, да, вот я буквально был недавно на праздновании 45-летия завода «Эвара», и вот генеральный директор, выступая в тех объемах, которые сегодня имеет предприятие, он доложил, что к 2010 году предприятие выросло фактически по объемам в два раза, да. На тот момент работало там, условно говоря, 4 тысячи человек. За это время, вот опять же, со слов генерального директора, дополнительно было набрано 400 работников. То есть, вот смотрите, объем выручки в два раза вырос, работников на 10%. То есть никто не кормил в этот период лишних работников. Поэтому в этой части, я надеюсь, что менее болезненные будут проблемы. То есть, сокращать-то, в общем-то, будет особо так? Ну, соответственно, сегодня люди, которые работают на предприятиях, они нужны этим предприятиям. Они все при деле. Они при деле, и собственники переживают, кризис приходит и уходит, а коллектив надо сохранить. Нужно сохранить планы дальнейшие, работников своих, и, соответственно, они будут, наверное, принимать максимальные усилия, чтобы людей не высвобождать. Как руководитель достаточно высокого ранга, вы переживаете уже второй кризис, который из них для вас был страшнее. Первый, потому что он неизвестный, или как у парашютистов. Второй, потому что уже знаешь, что это такое. Сложен, наверное, на вопрос. Сегодня, наверное, беспокойство больше, чем в 2008-2009 году. Я могу описать те ощущения, которые были в 2008 году и которые сегодня. Их хорошо видно. Если в 2008 году министерство экономики, которое я возглавлял, мы подготовили предложение где-то в июле месяце. В июле месяце, перед выходом в отпуск, что вот есть замедление, есть сложности у предприятия. Вот ведем мы мониторинг. И коллеги в большинстве своем к этому отнеслись очень как-то пренебрежительно, наверное, на тот момент. Я помню, руководитель в октябре месяце нас собрал на какую-то уже экстренную. То есть в июле мы давали информацию, а в октябре такой сбор был укороченный. На моей памяти их вообще немного было, таких сборов. И дали высказаться с каждым руководителем. И большинство даже в октябре месяце ратовало за то, что будет все хорошо, будет все нормально. И что самое удивительное, министерство финансов в лице руководителя на тот момент сказал, что мы все выполним, все будет замечательно. То есть большинство были не пуганы тогда. И отношение такое, вот шапка закидалась. Даже у министра финансов, да. И когда в декабре попер обвал, соответственно, поступление налогов, да, они упали там, ну, допустим, поступало в день 50 миллионов, а стало 10 поступать. Просто, ну, как бы тяжело увязать. Понятно, что люди перестали платить налоги, да. За исключением бюджетных НДФЛ, которые бюджетно выплачивают. А реальный сектор просто перестал платить. Вот. И когда нужно было там кроить бюджет, там какие-то внутренние резервы искать, что кое-как там что-то сделать. У нас уже не было возможности что-то оптимизировать. Ну, фактически, ну, вот, как я сказал, да, там, в последующем году просто сняли с дорожного хозяйства 3 миллиарда, 300 миллионов, и голову даже себе забивать не стали. То есть убив целую, как бы, отрасль, там, на два последующих года, там, на 10-й, на 11-й, да, потому что тяжело эту дуру было закрыть. Но все это можно было сделать в июле, когда вот первые моменты пошли, и можно было спокойно подготовиться. Вот в этот раз, в принципе, я считаю, что очень взвешенно подошел глава республики и правительство у нас. Мы занялись этим уже где-то, если в июне был подписан документ, значит, где-то эту работу начали в апреле месяце. То есть понимая, что есть сложности, нужно смотреть резервы, и мы их вот по году максимально мобилизовали. Выполнили бюджетные назначения, не стали запускать какие-то новые стройки, довели старые, скорректировали свои бюджетные назначения на 15-й год. То есть проведена огромная работа. Вот в этой части, наверное, есть большое отличие от той ситуации, когда больше пытались шапками закидать кризис. В этом году все-таки мы как-то подошли по деловому, и я думаю, что результат все-таки должен быть в этом плане выше, чем в предыдущей. Ну что ж, удачи нам всем. Спасибо. Спасибо вам большое за такие подробные ответы. А я напомню, что сегодня у нас в студии был председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин. Всего доброго. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Продолжение следует...